Корыстацца сучасными технологиями, створаць программы и робота умодаляваць у 3D-формація. Усяму гэтому вучаць наставники, але тады, калі умеюць гэта самі. Региональный центр STEM-адукации для педагогов открыли у Витебску. Тут специалистов будуть навучаць программаванню, робототехніцы и навыц распрацовца адукацыйных программ. Мета-проекта подрыхтаваць наставников, кабьяны могли дать школьникам сучасные веды и навыки, які будуть запатрабаваны у любой сферы. На открытии нового центра побывала наша здымочная группа. Витебскі STEM-центр для педагогов став першой подобной установой на території наші країны. Геон створанный при патрымце Парка высоких технологій, Головного управління по адукации Абылвыканкамы, Ассоціяція адукации для будучині і Университета і Мямашэрова. Усягу проект уклали більш за 320 тисяч рублёв. Головная мета – подрыхтаваць наставника, у якія будуть здольная худка, адаптавацца до сучасных падыходу у навучанні, знайсти і вырастіць новая талінты. Основная задача, для чого ми это делаем, чтобы дать возможность ребёнку выбрать профессию, чтобы он пощупал, и это, может, захочет стать инженером, кто-то конструктором, кто-то пойдёт в программирование. Вот для этого всё и делается. Поэтому это системная работа, и в этом центре будут обучаться педагоги. Поэтому он и сделан на базе института развития образования, для того, чтобы педагоги уже понимали, что это такое, могли работать. Самое главное, чтобы эта работа была систематизирована в рамках области. Падыход до занятка у STEM-методицей побудованы на поглыбленні у навуку, технологии, инженерию и математику одночасова. Адаптавацца тяжка, але новое покоління витебскіх вундеркиндаў доказывая, что готова до подобных выпрабаванняў. Сёня парк высоких технологій активно супрацовнічае з нашай в областю. Сарака тысяч беларускіх школьнікаў, які освоююць программавання з другого класа, кожны трэці живе ў пауночным регіоні. С 27 новых проєктів, які реалізуя парк, 12 стартовали на Витебщине. В Витебской области мы нашли преподавателей, у которых горят глаза, которые интересуются новыми технологиями и которые готовы эти технологии внедрять в образовательный процес. Тот центр, который создан, ведёт обучение преподавателей по трём направлениям. Подготовка воспитателей к внедрению новой программы «Информатика без розетки». Второй проєкт – это подготовка техніческая учителей для обучення программировання на микроконтроллерах. Ну и третий – это программы, связанные с робототехникой, то, что уже стандартно. Новая падыхода ў адукации ўжо сё літа освоять каля ста педагогу-энтузіастов з усёй в області. Их задача – не тільки выучать сучасные основы робототехніки і программавання, а й ведать ўсё про новые распрацовки айчынных і замежных айти-кампаній. У гэтым наведовальникам центра будуть допомагать вопытные колеги-наставники. «Будут привлекатся учителя-методисты Витебской области, которые имеют на сегодняшний день уже значительные наработки в данной области, а также преподаватели, в первую очередь, Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова, а также других учреждений высшего образования Витебской области и представителей парка высоких технологий». Имклівая развядцё технологий – стандарт сучасного життя. Там у сёння школы и ВНУ повинны працаваць у режимі постоянного развядця. Дякуючи стэм-падыходу і открытю подобных центров, витебске установы адукации заусёды будуть готовы да выклікаў часу. Артур Смеляков, Дмитрий Котов, Новини, Витебск.